Здравствуйте, уважаемые друзья! У нас новая рубрика. Она будет, я думаю, вам очень интересна. Мы в прямом эфире будем разбирать какие-то новые клинические случаи. Вы можете их присылать на почту. Почта есть на нашем сайте. Это будет под этим видео. Если у вас появляется какой-то сложный случай, если вы ветеринарный врач, хотите получить какую-то консультацию. Если вы владелец, заводчик кошки или собаки, может быть, каких-то других животных, хотите получить информацию по лечению, какое-то второе мнение, можете, пожалуйста, присылайте все данные, какие у вас только есть, для того, чтобы мы с вами обсудили, что происходит с вашим питомцем, чем мы ему можем помочь. Опять же, вы можете присылать видео, вы можете присылать КТ и МРТ. Лучше посмотрите, как присылать правильно КТ и МРТ, чтобы просто то обсуждение, которое будет у нас сейчас, например, было небессмысленным. Очень важно, очень важно. Если вы хотите получить второе мнение, то присылайте все, что у вас есть. Если вы хотите поучаствовать непосредственно в обсуждении данного случая, вы можете подключиться либо через Zoom, к примеру, к нам, либо просто пишите в чате вопросы, то есть я буду рассказывать что-то о том или ином пациенте, вы можете писать в чате ваш вопрос, и мы будем параллельно его обсуждать, и я буду вносить какие-то коррективы в том, что я говорю. Значит, ну вот у нас первый случай, это выехали в коленой чашке у английского сеттера, которому три месяца. Значит, что нам прислали? Есть заводчица щенка, она хочет узнать диагноз, возможно ли консервативное лечение, и каковы перспективы. Могу сказать, что в основном всем владельцы хотят узнать, какой прогноз и какое консервативное лечение. Но давайте я вам скажу сразу, что если речь идет о выехе коленной чашки, то не существует вообще никакого консервативного лечения. То есть, если у вас кость находится, ну где-то там, любая кость находится не там, где она должна находиться, то вообще не существует никаких вариантов, чтобы лекарственным препаратом сместить ее куда-то. Как нельзя с помощью лекарственных препаратов увеличить рост, изменить цвет глаз, то точно так же нельзя лекарственным препаратом сделать так, чтобы при вывихе любой кости она встала на место. Поэтому, не разбирая еще этот случай, я могу вам сказать точно, 100% однозначно, при вывихе коленной чашки ни о каком консервативном лечении речи у собаки не идет. Да, они могут приспособиться к движению, прям четвертой степени у их коленной чашки, они могут ходить, но вы должны понимать, что у их коленной чашки у них останется. То есть, нельзя лекарством коленную чашку вправить обратно. Ее нельзя вправить пальцами и оставить там. То есть, надо сделать определенные действия, при которых она там останется. Вот, значит, что у нас еще есть? У нас есть приложенные файлы для скачивания, посмотрим, что тут. Вот, значит, у нас здесь видео о собаке, которая... Лучше, конечно, снимать собаку ту, которую нужно, о которой надо что-то говорить, да? Соответственно. Наверное, я думаю, что это, наверное, вот эта собака. Владельцы здесь спрашивают, что, наверное, она неправильно ставит лапу. Но могу вам сказать, что не ставится, к сожалению, диагноз по вывиву коленной чашки путем осмотра вот этого такого видео. Мы должны просто взять коленную чашку, сместить ее в ту или иную сторону и снять вот это. То есть, собаку нужно положить на спину, указать, где коленная чашка, то есть, мы ее будем видеть, и определить ее положение. Именно вот так ставится диагноз. На моем канале вы можете посмотреть в вывив коленной чашке, как это проводится диагностика. То есть, конечно же, по этому видео сказать, что у собаки вывив коленной чашки невозможно никак. Здесь еще есть какие-то снимки, сейчас мы их посмотрим. Есть вот, кстати, есть такая вот папка, где написаны снимки. Лучше присылать их отдельным архивом, чтобы я каждый снимок по отдельности не скачивал. То есть, я думаю, что здесь, наверное, рентгеновские снимки. То есть, лучше брать снимки, архивировать, класть их там куда-нибудь на Яндекс.Диск, к примеру, да, или там еще куда-нибудь. Потому что иначе будет... Вот они скачиваются. Не по одному. Вот на вашем диске, который я вам дал, слава богу, что хотя бы здесь диск дали, здесь непосредственно два снимка, они в формате D.com, а все остальное, вот все, что вы здесь видите, это программа для просмотра. Ее не нужно присылать. То есть, от нее нет никакого смысла. Вот, она не нужна. Так, наверное, сейчас она в скачанных. По загрузке. То есть, могу сказать, что лучше присылать без вот этого всего. То есть, просто сами файлы, в диком формате. Сейчас посмотрим, где они там в загрузке, наверное. А, вот эти исследования. Смотрим исследования. Хорошо, что они в дикоме. Почему важно в дикоме присылать? Не надо присылать фотографии ваших мониторов. Я вам, конечно, скажу, что, ой, какой хороший монитор LG у вас. Или Хиллит Паккарт. Или еще какой-нибудь там, не знаю. Вот. Или какой хороший у вас. Вот. Ну, здесь видно, что коленная чашка находится, скорее всего, вне блока. И здесь тоже она находится вне блока. То есть, ну, понятно, что, получается, это латеральный вывих коленных чашек. Но, вообще, конечно же, диагноз ставится не по рентгену. Как я вам уже говорил. Потому что коленная чашка могла оказаться внутри блока. И тогда бы я сказал, что нет вывиха коленной чашки. Но в данной ситуации рентгеновский снимок делали как раз в момент, когда она находится вне блока. Поэтому можно говорить о все-таки вывихе коленной чашки. То есть, что мы можем по вашему письму сказать, да? То, что у собаки, судя по рентгеновскому снимку, есть латеральный вывих коленных чашек. Дальше надо выяснить причину. И дальше лечение, к сожалению, будет только хирургическое. Ни о каком консервативном лечении речь в принципе не идет. Ну, возможно, плотность костей маленькая, да? Но до этого лучше, конечно, было сделать боковую проекцию, посмотреть на тела позвонков. Лучше видно вторичный гиперпаратиревоз, может быть. Это когда мясом кормят. Большинство владельцев думают, что собаку надо кормить мясом, хотя его надо кормить сбалансированно, либо промышленными кормами, либо самостоятельно готовить. Из-за этого плотность костей из-за большого количества мяса равняется, большого количества фосфора в организме становится большим, кости становятся мягкие, и они гнутся. То есть это один из вариантов, который может быть, ну, потому что картикальный слой довольно тонкий. Так, ну, на первый взгляд, это не точно, но очень на это похоже. Если вы будете давать много кальция, вы количество фосфора в организме не уменьшите. Ну, конечно, да, у их коленных чашек есть, консервативного лечения не существует, лечение будет только хирургическим, соответственно, нужен ортопед, который сможет прооперировать. на самом деле, у крупных собак есть определенные проблемы, которые как раз связаны с выяснением причины. То есть это не собаки карликовых пород, у которых у их коленных чашек врожденный дефект и, ну, в общем, требуют определенного лечения, да, вот, но здесь, конечно, это более крупная собака и нужен прием ортопеда. Я думаю, что на этом надо сосредоточиться на сегодняшний момент. Вот. Дальше. В следующем случае тут просьба о консультации по КТ у кота. Владельство хочет, чтобы разобрался, чтобы мы разобрались, что делать с котом. ему 3 года, это шотландец, он кастрированный, вес 3 800. Вот. Неправильно растут лапы, назначили метилпреднизолон. Ну, могу вам сказать, что, смотрите, это очень частые проблемы, когда есть кот, вообще пациент любой, и в описании, то есть есть кот, у него что-то там не так, и ему уже что-то назначили. То есть, вот между словом, есть кот и у него такой диагноз, и потом, поэтому ему назначили метилпреднизолон, вот так было бы правильно. Тут есть кот, и которому сразу назначили. То есть, заметьте, мы еще не знаем, чем он болеет, но он уже лечится. То есть, очевидно, что он лечится не от того. Да? Ну, это понятно. Вот. Потому что диагноза-то нету. То есть, зачем ему дают метилпреднизолон, непонятно. Зачем, ну, то есть, за три недели спустились до миллиграмма, вот, у него отказали задние лапы, да, потом его начали принимать каждый день, вот, ликоциты повысились, вот, в конце марта опять стали отказывать задние лапы. То есть, смотрите, февраль 20-го года кот болеет. Сейчас у нас 26-е, 10-е, да, 20-го года. И у бедного кота до сих пор нет диагноза. То есть, у кота, который болеет уже столько месяцев начал он болеть с 12-го, 08-го, 19-го года, до сих пор нет диагноза. Но у него есть лечение. Вот, результат КТ, предлагаю, очень важно является то, что само КТ по себе не значит ничего без симптомов. то есть, нам очень важно и очень нужно знать, какой у кота симптом. У него какой симптом? То есть, нужно прислать либо видео, ну, если симптом очевиден, да, либо нужно обязательно как-то мне понять, что же за симптом у этого кота. то есть, смотрите, код лечится уже год, у него нет диагноза и никакого понимания, собственно говоря, какой, вот я скачал КТ, сейчас мы его откроем, значит, не надо мне присылать программу для просмотра, просто присылайте, сейчас я еще раз покажу, то есть, вот этот код, видите, вот папка вот эта диком, это там, где само исследование, вот это все, вот это все, оно ни для чего не нужно, оно только место занимает, вот я его сейчас удалил, и смотрите, вот здесь вот остались, осталось само КТ, и открывается это с помощью вот такой программы, называется Нарадиант, вот, смотрите, для того, чтобы посмотреть правильно КТ, мне нужно в первую очередь знать куда смотреть, то есть, я, конечно, могу просто так посмотреть и что-то там увидеть, ну, например, опухоль, ну, тогда мне вообще без разницы какие там симптомы, например, вот мы, давайте начнем сначала, будем смотреть КТ этого КТ, КТ КТ, вот, вот, наш код, у этого кота, его криво положили на КТ, немножечко, ну, ладно, выровняем, мы понятия не имеем, чего у него за симптомы, то есть, ему сделали КТ, но, зачем ему его сделали? Одному Господу, понятно, но, и тому человеку, наверное, который делал, понятно, но я-то этого не знаю, а мне же это очень важно знать, то есть, мне нужно на что-то посмотреть, то есть, мне надо обратить внимание на какую-то зону, если бы вы мне написали, что у кота вялый паралич тазовых конечностей, я бы смотрел на вот эту зону, здесь находятся нижнедвигательные нейроны, да, у кошек, кстати, до крестца доходят спиной мозг, в отличие от собак, область седьмого, шестого и пятого поясничных позвонков, но так я не могу понять, какой у него паралич, то есть, написали, что парализованный, но какой паралич, непонятно, может быть у него вялый, а может быть и спастический, если вялый, то каких-то изменений, здесь, кстати, очень хорошо, что сделано КТ, и очень хорошо, что сделано КТ-мейлографии, это очень важный момент, ничего у него нет, то есть, на спиной мозг ничего не дает, если у него паралич связан с поражением верхнего двигательного нейрона, то поражение должно быть спинного мозга выше, чем четвертый поясничный, семь, шесть, пять, четыре, вот четыре, Кексик даже вдохнул, вот, то есть, вот там дальше, но, где дальше-то? Дальше где? Очень важный момент, когда вы делаете миелографию, вы должны увидеть все субарахноидальное пространство, да, это между мягкой и твердой оболочкой, в принципе, да, так-то контраст вводится, формально субдуральное, но вот мы должны его увидеть, ничего мы не видим до какого позвонка? До грудного, то есть, если у него не функционируют тазовые конечности, то поражение может быть практически до ну вообще может быть и в шее даже, да, то есть, при определенных обстоятельствах. Поэтому, если мы делаем миелографию, мы обязательно с вами должны увидеть все пространство, абсолютно все. Вот, это очень важный момент, мы его не видим. Поэтому, что можно сказать по этому коту? По этому коту, во-первых, надо четко понять, какой симптом может быть у него повреждение мышц, и поэтому он плохо ходит. Может быть у него поражение нижнего двигательного нейрона, а может быть верхнего двигательного нейрона. И в зависимости от этого мы будем на коте думать о разных зонах. А может быть у него движение нарушено из-за нарушения функции головного мозга. Такое тоже бывает. Соответственно, поэтому первое, что надо сделать по этому коту, четко написать симптом, четко определить зону поражения. Если вы не можете определить зону поражения, я обычно направляю к Ауову Андрею Владимировичу, который делает ЭМГ и более точная с помощью электромиографии определяет зону поражения. Бывают такие моменты, когда сложно делать на самом деле, особенно у кошек. Тогда вот такой есть вариант. Второе, после определения четкой зоны поражения, мы с вами будем знать, какую необходимо диагностику провести этому коту. По коте компрессионных болезней спинного мозга у него нет. На самом деле, у кота компрессионные болезни довольно сложно, потому что болезни дисков у них, как правило, почти никогда не бывает, бывает, но редко. Поэтому, собственно говоря, давайте начнем с определения зоны поражения. После этого вернемся к КТ, более детально его еще раз посмотрим с вами, возможно, что-то нам станет ясно. Но ни отеков, ни какого-то заполнения контрастом вентрального и дарсального столбов контраста у кота нет. Поэтому, в общем, возможно, что мы смотрим просто не в ту зону, возможно, она просто выше. То есть, такое может быть. Это то, что я хотел вам рассказать по этим двум клиническим случаям. Когда у вас появляются вопросы, пожалуйста, пишите на нашу почту, которая будет под этим видео. Дальше. Мы каждый понедельник будем с вами обсуждать эти клинические случаи. Скорее всего, мы назначим какое-то определенное время. Скорее всего, это будет 7 часов вечера. И мы с вами сможем каждый раз именно все клинические случаи, которые придут на данную почту, с вами обсудить. Присоединяйтесь к этому обсуждению через Zoom, YouTube или еще через чего-нибудь. Наверное, через Instagram тоже можно, скорее всего. По крайней мере, вопросы вы можете задавать и через Instagram. И я буду на них отвечать. Ну, смотрите и в YouTube, и в Instagram одновременно. До свидания. Спасибо вам большое за ваши вопросы. С удовольствием буду и дальше на них отвечать. Чем больше, тем быстрее мы с вами все будем двигаться в диагностике и лечении наших пациентов. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин